всем добрая 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 раннее утро 20 минут четвертого этаж уже утро правильно до трех часов ночи же ночь 12 до 3 нас вот только-только-только вот там вот видно что востоке начинает чуть-чуть светать я смотрю стоянку то почти не забили все вон на дороге стоят сейчас будем выезжать на границу вся обочина заставлен но многим не оплачивают здесь стоянки не будем показывать пальцем по беларуси а мы все можно сказать первую полноценную ночь в этом рейсе переночевали молотим молоточки 5 минут все по фэншую должно быть мы в европу ездим хотя и так все по фэншую стараемся во всяком случае чтобы было ну и вперед сейчас посмотрим какая колейка мне такое ощущение что ее нет я вот тут сидел чай час пил я вообще не видел чтобы машина ехали в сторону границы с границы вот выходят а на границу вообще никого не было я думаю там вообще не вообще ни одной машины не должно быть ну дай бог сейчас посмотрим поехали так отключаем регистратор на границе он нам не нужен за него ругаются все пять минут молоточков есть тегло не помыл ну может будем тут толкаться чуть забыл уже сел не буду власть поехали вон все стоят без белгруз приму гиртека основная масса все стоят на обучении на границе вообще пусто я уже отсюда вижу абсолютно правильное было вчера решение встать перед границей вот они все видите стоят ни одной машины на заезд ну дай бог что так и вы сейчас по границу прошли тут за какое-то время не очень большое посмотрим на данный момент полчетвертого переходим на европейская значит полтреть полтретьего утра что-то тут убежит на этой строчке ждем сейчас зелененький а все зелененький загорелся все братцы тогда отключаемся потому что погранцы этого не любят пошли проходить фигасе зато тут он смотрите полная стоянка стрессовой прошел зарегистрировался еще столько машин на оформлении еще все битком забито охренеть неожиданно куда тут стать сейчас еще все полностью забито ничего си на следующем повороте поверните направо да вот это кино вот здесь наверное я залезу да ага там колейки нет зато здесь толпа ну что пойдем туда что делать чувствую мы тут надолго это что-то белорусы тут собрали колейку неожиданно неожиданно я думал вообще никого не будет ну вариантов никаких поэтому идем оформляемся как оформим так оформим как оформят так оформят вернее пошли отключено внешнее питание и братцы тут оказывается все намного интереснее колейки нет на оформление я уже оформился 10 минут передо мной человек оформлялся и все там в пусто в зале вообще никого вот это все что здесь стоит это все люди стоят на выезд это поляки так принимают и как сказали что это колейки часов на 6 на 7 то есть поляки плохо очень принимают неожиданно поворот событий согласитесь я не ожидал такого ну что делать я пошел нашел машинка за которой заезжал он там стоит здесь немножко сдвиг пойдет потом перееду поближе чтобы контролировать ситуацию будем стоять что делать дурдом вот это да я думаю тут никого не будет пожалуйста что-то паны там на литовцев стали походить обычно поляки повеселее работали чем литовцы вот видите что происходит куда деваться такой рабочий момент сидел ждем теперь браться знает сок сейчас время 12 часов вот мы переезжаем только к полякам и сказать что в шоке не сказать вообще ничего на беларусе кстати польский терминал вообще пустой никого нет 8 часов вы представляете 8 часов оформлены с беларусского терминала переезжать в польске я такого не припомню никогда ну 3 часа 4 5 ну 6 часов ладно было такое но это максимум заезд встанешь в колейку там заедешь в беларусский терминал и с выездом вот туда вот уже на польшу чтобы 8 часов только с одного терминала в другой переезжать я я в шоке скажи вам так что наша выгрузка в пятницу уже под большой угрозой я и вот это да это бобры дали я так думаю 4 утра ну часам максимум к десяти утра по беларусе к 9 по местному уже отсюда выскочу и по газую белосток прибор поменять потом на сервис к не еще дальше суме куда-нибудь заедем заедешь тут катастрофа вот это да бобры убили напрочь поляки температуру меряют видите касается не Субтитры делал DimaTorzok Замер температуры обязателен, маски тоже Замер температуры обязателен, маски тоже В общем все, наконец-то Время у нас пол третьего В общем у меня уже 11 часов общего времени рабочего Так, смотрим, декларация моя Таможенная Т1 Вот ополненный номер машины, надо проверить Вес Вот Дозвол Польский Отмеченный Заполненный Ну тут польский дозвол просто все Тягач, прицеп, номер, дата первого въезда Страна погрузки, страна разгрузки И вес брутто в килограммах И должен быть А я не знаю, что тут уже должен быть печать стоять на нем Пойду сейчас спрошу, а что печать на дозволе не должна быть? Оторвать-то оторвали корешок, видите, а печати-печати что-то нет Сейчас я пойду узнаю Так, ну и они ЦМРки, инвойсы мои все назад вернули И надо будет Т1 пойду сейчас в экспедицию, копию сделаю Пойду за дозвол, спрошу Не надо Печать там, что-то я тоже тупанул Какая печать? Ты когда через лету заходишь, там дозвол вообще никто же не отмечает Поэтому Не часто ездим Все, сейчас вот этот чип отдам Вот сюда, вот в эту Будочку На эту схожу Открывай дорогу, дядя! Бескульт, привет, дядя! Салям-алейку! Номер пломбы, говорит, какой? Я хорошо ее смотрел, что ли? Вот и все Отмучились Длится на въезд Никого, две машинки Пустой Терминал Фух! Сейчас вот уже выезжаю, пока еще сходил Три с половиной часа, мне до 15-часовой смены осталось Все больше Со светом С 5 до 23 населенных 50 С 23 до 5 можно 60 Вот так Ну а сейчас вот тут парни стояли, пока там оформлялись Говорят, в Бресте там вообще катастрофа Пацаны с Бреста выезжают и за 15 часов не успевают в Польшу войти То есть я вот за 11 часов здесь вошел А там за 15 часов не успевают Я тогда помню, там тоже как на рентген этот погонят Какая колейка на этот рентген? Сколько времени? Там часов 6 она только на рентген отстояла Так что сейчас тут непонятно Но сюда с таким грузом Вот тут сейчас вот заезжал на РЭФе с палеткой Я не понимаю, что он сюда поехал Все, ему полная выгрузка Сейчас надо заказывать ему грузчик Здесь нет ни грузчика, ни погрузчиков, ничего нет Ему надо заказывать, должны приехать Тысяча злотых это стоит Ну тоже, ну я не знаю Мужик в годах Кто-то на РЭФе с палеткой едет в бобры Вот такое дело Сюда и здесь вот Тут с брикетом, с такими вот грузами, как в мешках Сюда лучше не ехать Тем более недавно здесь, говорят, в этом нашли здесь белоруса В брикетах вот В торфе, не в торфе, в брикетах Что-то на четверть ляма в долларовом эквиваленте сигарет Поляки здесь обнаружили Вот поэтому Сюда ехать с такими грузами И не то, что с такими видами Сюда вот как мы с металлом, с трубами Такой вот фито здесь ночью не оформляет В общем Ладно Что сейчас? Сейчас едем вот в прибор польский Сейчас в Велостоке На сервис По этому Виатолу Поедем этот сдадим И возьмем новый, который привяжем К карте Е100 Мы сейчас все привязываем к Е100 Нормальный сервис такой Нам нравится Персональный менеджер у нас есть Сергей Завут Любой вопрос Практически круглосуточно Все решается Только шеф там позвонил Туда-сюда Вот забыл Регистратор под соединить Ну ладно Туда-сюда Любой вопрос Без проблем Вот у нас было к ТКВ привязано Белорусские дороги Все Мы решили отказаться от ТКВ Ну что-то им не понравилось Вот Е100 Два рубля скидка На заправках Е100 В России На Татнефти Два процента скидка От Стеллы Все тут И мойки по Е100 есть Короче хороший сервис Нас вот устраивает Я ссылочку в описании оставлю Кому интересно Вот наш менеджер Пользуйтесь Нам нравится Поэтому мы сейчас к Е100 И привяжемся И все И будут как бы Оплатили Потом счет пришел Фирма заплатила Постпойт называется Счет выставили В конце месяца Заплатили Не надо вложить Перед этим Вот Едем Сейчас мы По этому вопросу В Белосток Запахло Лесной Белосток Через 100 метров Пересеките дорогу С круговым движением Съедьте Используя Второй съезд Ну и что тут в польских городах Все в масках ходят Да нет Так же как и везде Не вижу я тут Не в масках Повально Ну сейчас посмотрим Повального нахождения В маске Не видать никого Вольво сервис там какой-то Нам вот туда нужно заехать И они являются дилерами этого Виатолу Официальными Бедронка польская Эх Магазин сходить Ну мы сходим в этот Вашан Если будет возможно встать Костел на реконструкции Ну да Дальше сюда Прямо бетонки К этой заезжали А здесь вот сюда На этот Орлен Заяц Ну полчаса машину Поставить Сразу бежит Крычат деньги Давай 5 злотых Ну давай И туда иди В Бедронку Спокойно Заработок Каждый зарабатывает Как может 2.55 Общего у меня осталось Вернее всего уже даже И кое-что общего Пошли на объездную Раньше по прямой Ездили через город Потому что знаки висят Вот 2.3 километра И мы приехали Вон я уже вижу Вон Вольво указатель На следующем повороте Поверните направо Затем Привудите В конечный пункт Вот сюда Нам и надо Вот И оправдан Видите Даже прямо Написано Большими Цифрами Цифрами Бухлами Цифрами Я думаю Мы заедем на территорию Чего мы будем стесняться Правильно? Пойдем Сходим Оформим И все И потом Выедем Сейчас Вот здесь Вяточек Поставим Будем знать Где Вольво Скоро из Белостоки Так Доверенность Надо взять Техпаспорт Что там еще Карту Все Вот Новый прибор Так Все Икс горит Вот он Нажимаешь Проверяешь Икс горит Все хорошо А Цепляю Балбес Надо же сюда Прикрепить На липучке Сейчас вот На стекло На лобовое Прикрепим Так Лепим Лепучки Неровно Это неровно Прикрепляем Пленку И Прикрепляем Прибор Все Прибор готов Потом Уже вместе с липучками Прибор снимается И вешаем Другой Многие Несколько приборов Вешают Но Мы не вешаем Все Гуд Минут 15 Все это дело заняло Можно двигаться Прикрепляем Субтитры